здравствуйте все кто здесь сейчас кто там потом в будущем сегодня по плану предлагаю мездацию без моего видения полчаса мы сидим и я предлагаю если вы следуете программе нашей клубной то заняться эти полчаса вот таким утилешиванием да то есть когда мы просто очень внимательно простраиваем позу проходим по всем участкам и вот сидим в завершении сидим наполнено когда все тело наполнено нами как бы вниманием вот но вы конечно можете делать что-то свое если вы считаете это нужно то через полчаса будет гонг и уже вместе сделаем практику мета то есть я ее проведу потом еще 10 минут творческий отклик и разговор хорошо ну что ж давайте устроимся удобно устойчиво почувствуем позу и начнем и 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 Продолжение следует... 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 Как эти полчаса на вас повлияли? Изменили ли как-то ваше состояние, переживание себя? Продолжение следует... Просто физический контакт, дыхание... Может быть тепло потихонечку появляется между руками и телом... Может быть еще такое чувство какое-то, что я касаюсь себя... Это переживание больше, чем просто физическое ощущение... Как именно это переживается сейчас? Хорошо... И затем давайте немножко включим воображение... Поиграем с образом света... Так, если мы представим себе сознание как пространство... Пространство, в котором есть содержание... Это ваши мысли, чувства, ощущения... Все, что вы воспринимаете... Звуки... Мой голос, например... Запахи, еще что-то... Все, что осознается сознанием, это содержание сознания... Все феномены сознания... И вот это пространство сознания наполнено этим феноменом... Если мы представим себе, что это пространство становится светом... Просто становится светом все... И каждый элемент... Каждый феномен сознания тоже становится светом... Просто соткан из света... ощущение приятные и неприятные мысли любые чувства переживания звуки запахи все как будто сотканы из света и само пространство сознания стоит только из света если мы предлагаем себе такой образ или просто мысль даже об этом действует лет как-то на вас затем одну руку оставим на себе по-прежнему и вторую положим так может на колено удобно расположим так чтобы она была направлена ладонью к миру открытой ладони можем почувствовать по контрасту с предыдущим опытом что сообщает нам этот жест что он выражает когда одна рука на себе другая рука направлены к миру касаемся себя и мира одновременно продолжает игру со светом можем представить теперь что его источник где-то внутри может может быть сердце может быть еще где-то и он светит наружу освещая все пространство вокруг вас там где вы находитесь и расходяясь лучами просто распространяясь как распространяется свет со скоростью света по всей местности вокруг вас касаясь касаясь людей других живых существ деревья траву дома проникая сквозь стены эти дома касаясь людей всех живущих в этих домах распространяясь все дальше и дальше и дальше и дальше туда где плохо и туда где хорошо все места ты планета касаясь каждого участка ее участка заполняя всю эту планету и уходя за ее пределы естественным образом уходя дальше и дальше смешиваясь со светом солнца и дальше в небо куда-то к звездам смешиваясь с их светом заполняя собой всю эту вселенную если такой образ мы представляем что вот есть источник света где-то внутри нас может быть там где касается рука может еще где-то и одновременно с этим свет наполняет всю эту вселенную и вы таким образом находитесь и здесь там где касается ваша рука и везде действует ли как-то на вас и такой образ такое представление воображение затем давайте направим этот свет уже как бы сфокусировано на определенную группу людей можете представлять одного человека из этой группы или нескольких сразу всю группу целиком я предлагаю какие-то свои варианты этих групп вы можете делить это по-своему как угодно первые группы которые предлагают люди о которых мы заботимся которые нам дороги по умолчанию это недорогие все какие-то наши близкие друзья жестенькие самые близкие люди если мы направим к ним этот свет как будто окутаем их им этим светом согреем смягчим и скажем так же какие-то слова которые найдутся сейчас для них слова которые родятся для этих людей если мы постараемся говорить как-то так искренне из сердца чувствуете слова чувствую вкус чувствую их энергию направляя это намерение поддержки доброты этим людям как это переживается такое направление вашего намерения желания поддержать и послать что-то доброе этим людям послание дружественность доброты любви как это действует на нас эти вздохнем и отпустим из памяти этих людей сейчас представим себе другую группу или представителя или нескольких представителей этой группы люди которые у нас нейтральные отношения кто не близко недалеко кого мы знаем но так может быть шапшина может быть у нас нет специфического отношения к ним если мы вспомним что такие же люди как мы своими желаниями своей жизни своей уникальностью и в то время те которые желают того что и мы глубине своей что-то очень такого базового человеческого если мы также направим на них этот свет как-то немножко их согреем и обратимся к ним со словами поддержки дружественности доброты любви может быть вспомнится какой-то очень неожиданный он может быть вполне ожидаем опять можем почувствовать как это действует на нас когда мы это делаем отличается ли это от предыдущего опыта чем отличается каким оттенком переживания давайте вздохнем отпустим этих людей тоже из своей памяти воображения и затем я предлагаю некоторый вызов челлендж мы представим себе людей которых мы не любим которые нас вызывают какого-то рода негативные чувства отторжения отторжение может быть разной степени от легкого отвращения до интенсивной ненависти выберите степень отторжения сейчас для вас уместно но если мы также вспомним что вот это человеческие существа такие же как мы желающие такого же своей основе чего и мы просто может быть не совпадающие с нами в реализации этого если мы скажем какие-то слова вместе с направлением этого света для них на них может быть это будут совсем другие слова чем в первом-втором случае тем не менее может быть это тоже будут слова дружественности и доброты исходящие из этого источника дружественности и доброты давайте тоже вздохнем отпустим этих людей почувствуем как это на нас подействовал тоже скорее всего это отличается 1 2 опыта как это отличается что происходит что чувствуете и еще одна группа которые предлагают люди страдающие страдания которых мы знаем включи конкретные люди знакомые вам может быть люди незнакомые лично но которых вы знаете или люди просто абстрактным которые вы знаете что кто-то сейчас страдает давайте направим туда свет тепло поддержку найдем какие-то слова для этих людей это свое намерение вложим в это чтобы этим людям стало легче давайте вздохнем отпустим этих людей и сейчас хочу предложить нам еще одну группу нас группу людей собравшихся здесь из разных разных точек этой планеты за тысячи километров друг от друга мы собрались вместе не только те кто сейчас на те кто потом в записи но уже сейчас тоже с нами и можем послать друг другу этот свет и в своем воображении посмотреть как он будет играть оттенками переливаться друг с другом играем сказать какие-то слова дружести поддержки когда мы встречаемся добрыми друзьями хотим искренних поддержать и направить им свою любовь опять давайте вздохнем отпустим нас всех и почувствуем как это у нас действует и положим опять ту руку которая была вытянута на себя почувствуем это прикосновение двумя руками и обратимся вот к этому человеку которым вы являетесь кто вы есть тоже со словами дружественности поддержки любви обратимся как доброму другу или подруги пожелаем чего-то важного этому человеку и самое последнее у нас есть день сегодняшний день или завтрашний если сегодняшний заканчивается мы можем как будто бы повернуться к этому дню к его пространству осветить его светом спросить себя что важно как я хотел или хотел бы прожить этот день воплотить себя какого или какую себя воплощать мгновение за мгновением что для меня важно куда я движусь куда я иду каков мой путь и пустят два вопроса как я сейчас что со мной сейчас и второй вопрос каков мой путь куда я движусь куда иду пусть эти вопросы нас движут по жизни и в течение дня давайте себя погладим помнем по трем где-то расширимся в движении потянемся в какой-то момент откроем глаза и глядимся в пространстве нет ну 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 что же следующие 10 минут давайте посвятим творческому отклику пишем порисуем что-то поделаем такое что было бы выражением вашего текущего переживания сейчас может быть опытом сегодняшней практике 10 минут и Продолжение следует... 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 Даже к концу вечера я удивлялась, что вот это событие было вроде бы сильным, тяжелым, но у меня почти ничего не осталось. Я поняла, что я очень много проживаю, у меня были лекции, у меня была глащена вот этими своими знаниями, которые мне нравятся. Вот, ну просто удивительно, что у них медитация, все-таки я думаю, что продуктами вашей практики дают возможность отделяться от этих разных событий и как-то проживать. Спасибо, Елена, спасибо, что поделились. Я сочувствую, конечно, что вы проделили работу, но может быть это... начало чего-то нового, чего вообще неизвестного, и может быть это будет даже лучше, никто не знает. Давайте я прочитаю сейчас, вот тут уже, кто написал, что он потом, те, кто желает сказать, скажете. Маша, нет никакого вчера, а я снова здесь, в этом сейчас, и надо все заново создавать свой мир, который проживет один день, и снова, и снова. Настя, входила ли я вместо дикого зверя в клетку? Только с горем ли я чувствую солидарность? Я благодарность. Еще одно. Мой мягкий живот опять живет, и в каждом шаге моем спасибо. Спасибо. Галина. Тяжесть плоти, легкость души, последний выдох, как первый крик рождения. Таня. Дорогие, дослушаю вас через час. Спасибо за практику. Спасибо всем, кто написал. Елена, скажите. Я скажу, я покажу. Если говорить не буду, у меня такая цветовая выкраска получилась. Я просто хочу показать. Спасибо. Оля, скажите. Доброе утро. Доброе. Мне понравилось во время метты ощущение по группам. И самое сильное, яркое и светлое было, когда я отправляла вот это все теплое и светлое в нашей группе. С одной стороны, меня это удивило. В том плане, что не со всеми я знакома здесь. Но порадовала именно сила этой трансляции внутренней. Это один момент. Второй момент. Несколько дней у меня стоит вопрос, куда мне. То есть я осознаю, что я иду не знаю куда. И возможно, что вот это скатывание в кювет, это именно то, что я не знаю куда мне. Ну, как бы нет ответа мне пока на этот вопрос. И сегодня я написала. Я еду по ночной дороге. И все, что я вижу, это участок, освещенный фарами. Почему бы мне не выехать утром и видеть все окрестности до горизонта, видеть дорогу далеко. Вдруг я ночью еду вовсе не по дороге и не в ту сторону. Как бы вопрос, куда мне пока остался открытый. Рисовать. Ну, непонятно, что я хотела нарисовать. Просто начала черкать ручкой. Черкать, черкать. В итоге получился домик. Такой домик. Такой домик, в который ведет дорога. Потом начались деревья, потом начались птицы. И потом я нарисовала люльку. В люльке был ребенок. А люлька потом превратилась в такой гамак с опорой. И вот эти опоры мне захотелось усилить. То есть гамак, он качается. И как будто я в гамаке. Но гамак стоит на опорах. И мне как-то стало тепло. Все. Спасибо. Мне напомнило, знаете, вчера я просто подруга разговаривала. Она тоже участница нашего клуба. Но она сейчас, как и многие из нас, проходит свой тяжелый, несложный период в жизни. Но вот она такую метафору сказала, что в целом, что она всю жизнь себя чувствует блуждающей в лесу. Ну, как Дант оказался в темном лесу, посреди жизни. Но в целом-то мы можем так увидеть свою жизнь. Вообще мы рождаемся сюда, в этот темный лес. Непонятно, что это за жизнь, как здесь жить, куда двигаться. Вот. Но и она сказала, что такую вот метафору, что у нее никогда не было карты, она никогда не знала, куда же двигаться, никогда не было точной карты. Но у нее есть компас. И вот это вот, может быть, хорошая метафора, если ее так как-то к себе предложить, что действительно, если у нас эти карты по жизни, ну, далеко не всегда они существуют. Они могут быть какие-то карты определенной местности в какие-то моменты возникающие. Но вот если как-то говорить глобально, есть ли у меня компас? Куда вот этот компас указывать? Что это может быть за компас? Это такие вопросы, которые можно, мне кажется, себе позадавать. В всяком случае, мне как-то и вот эта метафора запомнилась. И вот я тоже ее вам предлагаю. Так, я еще прочитаю. Сергей. Вот бледный листок на шершавой странице. Сон о Вселенной. Маша. Я хочу быть ясной, не дребезжать, не торчать из момента, быть частью текущего мира, дать миру течь меня, чтобы быть всем. Нарисовалась лодочка, плывущая по реке. Алена. Утро сегодня непомерная роскошь. Быть свидетелем жизни и быть. Галина. Жизнь рушится, рассыпается тело на миллионы миллиардов тех, кто придет. Мария. Вот я, вот я, вот я зову себя из разных пространств дома. Прихожу, прихожу, прихожу. Я зову и прихожу. И это тоже я. Спасибо. Анастасия, скажите. Да, я хочу прочитать. Мысли скачут, стараюсь чувствовать тело. Где я? Сейчас не понять. Где я? На месте. Больше, чем о географии. На месте много разного. Спасибо. Варвара. Всем привет. Я пыталась прикрепить рисунок, но я не нашла, как это делается. Возможно, тут невозможно его прикрепить. Я просто его покажу. И это посвящается моему сегодняшнему дню. Я так чувствую. Сначала я нарисовала свет, а потом ощущение каких-то событий, планов. Каких-то... Я вот сейчас смотрю на экран уже, а не сюда. Да, я вижу, что на самом деле это похоже на человека с раскрытыми ногами, руками и головой. А так я это вообще не вижу. А вот так вот я это вижу. Удивительно. Я рада быть с вами. Я благодарна, что есть эта возможность. И по медитации хочу сказать сегодняшний... Я сегодня вновь после суточной работы. Я медитирую дома. И у меня опять история с подкладками. В общем, я понимаю, что мне нужно домой докупить подкладок. У меня нет дома столько, чтобы я могла 30-40 минут сидеть и не затекала нога. Я сегодня положила больше, но все равно этого было недостаточно. И... Ну вот, в общем, я как-то так это замечаю, как я в процессе встаю, раздражаясь, тут же успокаиваясь, тут же... В общем, у меня было три... Три серии утилешивания. Вернее, три как бы... Раз утилешивания, нога затекла, встала, быстро взяла, села снова. И... Ну что-то в этом есть. И еще я поняла, вот пока я там устраивала, чтобы мне, значит, так поставить телефон, чтобы я вас видела и чтобы одновременно я сидела. И в итоге, что... Что это за конструкция? У меня в чашке стоят сушки. Вот. И вот телефон стоит вот в этой чашке с сушками, а сзади это все подобрано полотенцем. Вот так вот. То есть у меня нет такой штуки, в которую нужно вставлять телефон, чтобы было удобно. И я уже год как переехала вот в этот дом, купила его, и у меня дом не утилешен. И до сих пор я не успела все вот... Сейчас мне пришло это слово, что мой дом не утилешен. То есть недостаточно мебели, там какие-то вещи с топочками. И, в общем, такой процесс. И последнее, что хочется еще сказать. Есть один человек, которому у меня получается, я всегда делаю, вот в нашем процессе, две... Ну, два раза мету ему. Это тот человек, которого я все еще презираю из моего прошлого. И одновременно этот человек, который страдает больше, чем я. И вчера я когда размышляла об этом, ну, не то, что когда я... Когда у меня это обнялось, как бы, внимание, вот, и как-то оказалось все в одном месте, вот он, и тот, кого я презираю больше, ну, не больше всего, но как-то вот остается, и тот, который страдает больше, чем... Ну, страдает, да, и я делаю ему две метты, и как-то у меня это ощутилось, что у меня возникает тут прощение. То есть в этом месте у меня возникает очень внятное прощение. И не такое, что от ума, вот оно как-то из всего, из всей меня, из всего пространства вокруг моего сознания, внутри моего сознания. И вот я чувствую, то, что это прям как будто бы шоссе к прощению. Ну, вот по полному, завершенному прощению этого человека. И это... Ну, и я почувствовала, поняла вчера, когда осознала, что... Это то, что происходит, как я завершаю одну из войн внутри меня. То есть вот так завершается одна из войн, большая война внутри меня. она и так уже на исходе, но тем не менее, вот это было ценно для меня. Спасибо, что послушали. Спасибо, Варвара. Да, может быть, чуть-чуть откликнуть. Вот такой, в общем-то, буддийский взгляд, то есть это буддийская, фактически, практика. ну, вот если проблема, одна из наших проблем больших, это отвращение, отвращение к чему угодно, к людям, к тому, что любое все, что вызывает отвращение. Если мы слишком сильно с этим сцеплены, с этим переживанием, если она начинает мучить нас же самих. И, соответственно, вот часто это сегодня происходит автоматически, и мы испытываем отвращение к людям, например, если это люди, например, которые, в общем-то, не заслуживают нашего отвращения. Ну, предположим, бездомные, или какие-то люди, которые действительно страдают сильно, но вот от них, например, сильно пахнет. Они живут какой-то жизнью такой вот, то, что мы называем, опустившийся. И это часто возникает естественным образом. Человек воняет, ну, как бы рядом с ним невозможно находиться, и вот возникает это отвращение, и причем оно, вот это физическое отвращение, оно часто коррелирует с моральным отвращением, и судя по всему, моральное отвращение вырастает из такого физического отвращения. И вот, ну, понятно, что это некие чувства, переживания, это некий указатель на что-то, мы можем обратить на это внимание, на свое отвращение, куда это указывает, на что, на дальше вопрос, как раз, что мы с этим делаем, и если это отвращение неуместно, то, ну, вот оно преодолевается состраданием, в частности, когда мы вспоминаем просто как-то, что этот человек страдает сейчас. Ну, вот у меня просто такая была школа, такая, в моем духовном детстве, вот я еще, когда пока даже не занимался особо каким-то духовным практиками, я попал в больницу, такой жизнь сложилась, работал там санитаром, и приходилось ухаживать просто за больными, которые физически вызывали, я был такой, ну, такой вот, как сказать, брезгливый человек, всякие физиологические жидкости и прочие, вот это все, там старые люди, все это так меня отталкивало, естественно, когда мне там 20, самому 20 лет, но вот ухаживая за этими людьми, я чувствовал, что это преодолевается, и для меня это такой был большой урок, вот, и потом уже по жизни уже в каких-то тоже более сложных ситуациях как-то вспоминать, ну, стараться вспоминать как минимум о том, что вот через сострадание можно преодолевать отвращение, в том числе моральное, в том числе, ну, вот, когда есть какая-то обида, например, когда есть такое отвращение, ненависть, обида, когда человек реально что-то сделал, реально плохое мне, если я не хочу застревать сам в этом чувстве, то моя ответственность сделать с этим чувством что-то, и тут Галин как раз пишет, как Калавирды, как переплавит злость, ненависть и горе в силу, могила мамы, дом навеки, Мария, торчать из момента, Маша, спасибо, это Маша, отклик, Ольга, Варвара, спасибо, завершить одну из войн внутри себя, это мне сегодня важно, так, она-то написала, не знаю, удалось ли отправить мне свои записи, связь прервалась, но тут в чате, тут нет, я не вижу твоих, так что, если есть возможность, напиши, Владимир, скажете, да, попробую, я слышал, приветствую, слышно, да, слышно, немножко так, перебежащий звук, да, ну, какие стены, извините, ради бога, я, я сначала хочу сказать о своих переживаниях в сегодняшней практике, у меня, я пришел позднее, я опять же, пришел своим, что ли, путем, в каком-то моменте у меня возникли просто еще сильные космические переживания, космического отгаза, блаженства, тепла, среди покоя, и тут раздался год, ну, спасибо, слава богу, спасибо за год, потому что потеряться беспредельным, это уже такая ловушка, значит, что иногда благостные переживания, иногда размучительные переживания, но они проходят вместе с ударом гонга, и так же растворяются, значит, то, что касается, еще вот, я не думал об этом, для меня очень важно, чтобы я действительно порождал формы, стихи, движения из присутствия, из настоящего, и я не то, чтобы ловлюсь, это на то, что я вот пытаюсь, что-то когда я пишу, я думаю о том, как меня будет воспринимать, но в этот момент у меня тоже важно просто писать из точки присутствия настоящего и посмотреть, вот, я прочту, просто написал из тишины раздаются стройки, как интересно, предельно, беспредельно, и хочется обращаться из беспредельно, предельно, понимаешь, ты это ловушка, в океане неба, исчезает реводная, решили ушли, не удержать летящую под откос жизнь, как ты не старайся, ты и я, все половины вечной медали, покоя, блаженства, развившиеся пространства, сегодня зарплата, потерялись границы, я весь на, может и ладно, вдыхаю, чувствую, чувствую, может думать, будет ли спокойная мысль, опять, почему-то не удержать, milhões, époque nostalgia rebuilt, EMAIN НОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВСТВ pits, estoy explaining how to animate if anyone men smarts, 15 0 20 HE everybody, всемurch using the gold homearlos on round 3,